Крапивницы и адмиралы заполнили не только город, но и социальные сети череповчан. Вот уже больше месяца горожане делятся фотографиями бабочек семейства Немфолит в интернете. Насекомые встречаются повсюду, а на деревьях и цветах можно заметить целые стаи крылатых красавиц. Почему их особенно много? Вероятно, потому что существует такое понятие, как популяционные волны, и некоторых насекомых, в частности бабочек, бывает много в отдельные годы. Возможно, потому что в прошлом году было довольно сырое лето, и насекомых было вообще в городе мало. Возможно, они так восполняют свою численность. В этом году крапивницы и адмиралы затмили привычных репниц, капустниц и брюквениц. В отличие от них, бабочки-немфолиды не нанесут урожаю никакого вреда, уверяют специалисты. Питаются гусеницы с личинки как крапивницы, так и адмирала на крапиве. Поэтому сказать, что они наносят огромный вред каким-то, например, плодовым культурам нельзя. Но кто же тогда губит плодовые культуры? Для Лидии Всеволодовой, как и для многих других дачников, это остается загадкой. Урожай яблок в этом году ожиданий не оправдал. Все червьевые в основном падают червяками вверх, хорошее место вниз, поэтому на компот ничего не остается. Ну, немножко высушили, на двух яблонях и чуть-чуть было, а на третьей яблоне три яблока. Очевидно, что в этом году хорошего урожая ждать не приходится. Но даже если своих яблок нет, отказываться от самого доступного и недорогого фрукта не стоит. Полезные свойства яблок известны с давних времен. Так, содержащийся в них пектин выводит вредные вещества из организма. Витамин С повышает иммунитет. А больше всего витаминов содержится в кожуре яблока. Вообще в кожуре считается много полезных веществ и непосредственно под кожурой. Поэтому, если те, кто может употреблять без заболеваний, то желательно, конечно, яблоко есть целиком. Конечно, вот эти завозные яблоки длительного хранения, возможно, их обрабатывают различными какими-то веществами, восками, чтобы для длительного хранения. Поэтому в данных случаях, конечно, иногда это вот именно счищать кожуру, это будет являться целесообразным. Выбирать яблоки тоже нужно с умом. Не стоит брать слишком большие, гнилые, битые и неестественно блестящие фрукты. А вот яблоко свежего урожая средних размеров и без повреждений вас точно не разочарует. Татьяна Федянова, Денис Катамин. Новости.